Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. Вы смотрите программу «События». Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные темы выпуска. В погоне за зрелищами забыли о хлебе? После жалоб на тяжелое положение зверей нефтегорский зоопарк проверяет прокуратура. Трещит по швам. Детское отделение городской поликлиники номер один на молодежной временно закрыто. Зарплата медработников Самарской области в следующем году вырастет. На эти цели выделено 3 миллиарда рублей федеральных средств. В погоне за зрелищами забыли о хлебе. В самарские СМИ и социальные сети попала информация, что в нефтегорском передвижном зоопарке якобы жестоко обращаются с животными. Злободневная тема получила общественный резонанс. Появились слухи, что несколько животных уже умерли от голода и холода. В Нефтегорске сейчас находится Олеся Корецкая. Ей слово. Жестокое обращение с животными заподозрили местные жители. Они же обратились в полицию и прокуратуру. Люди пожаловались, что животные имеют изможденный вид и все время кричат. Зоопарк принадлежит частному предпринимателю. Здесь 16 зверей. Канадские волки, чернобурые лисицы, енотовидные собаки. Есть и экзотические животные. Это тигр, львица. Сегодня с проверкой прибыли представители полиции, прокуратуры, Роспотребнадзора, а также представители ветеринарной службы. Подождите, вы хозяин или нет? Нет. А кто вы? Вы здесь работаете? Да, уходите. За животными следите? Понятно. Здесь хозяин. А вы? Здесь кем работаете? Это сотрудники. Ну что из сотрудники? Что вы? Нет, я говорил, что вы сотрудники. Не сними меня. А вы здесь кем работаете? Я не работаю здесь, я гость. О результатах проверки смотрите подробный сюжет в следующих выпусках. Служба неотложной медицинской помощи Самары подводит итоги работы. Эти специалисты приезжают к пациентам, когда нет угрозы для жизни, что помогает существенно разгрузить работу скорой помощи. А значит, скорую успеет спасти чьи-то жизни. Олег Зверев подробнее. Более 400 тысяч вызовов обслужила в этом году служба неотложной медицинской помощи. Это в основном ОРВИ, повышенное давление, поясничные боли. Речь идет о тех случаях, когда нет угрозы жизни пациента. Если же поступает сообщение о смертельно опасном состоянии, таком как инфаркт миокарда, инсульт или травма, полученный в результате аварии, на место выезжает другое подразделение – скорой медицинской помощи. Неотложка приезжает, смотрит этого пациента, если есть необходимость госпитализации и возможность госпитализировать, сами госпитализируем в лечебное учреждение или же вызываем скорую помощь. Отделение неотложной медицинской помощи при городской поликлинике номер 14 ежегодно пополняется новым оборудованием. В этом году закупили два новых современных дефибриллятора. Медики помогают больным в том числе и на дому при таких состояниях, как внезапные острые боли, обострение хронических заболеваний. И я напомню, тех случаев, когда не требуется экстренного вмешательства. Мы ездим на более легкие вызыва. Давление, больной живот, отравление, термический, допустим, там ожог небольшой, переохлаждение небольшие, температура, ну, колики. В 2017 году медработникам Самарской области поднимут зарплату. Такую информацию сообщил директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Виктор Мокшин. В следующем году из федерального бюджета Самарская область получит порядка 30 миллиардов, из которых 3 дополнительно. Весь прирост практически этих средств предполагается направить на повышение заработной платы медицинским работникам. Всем категориям. Значит, в 2017 году врачи должны получать 180% от средней заработной платы по региону. Кроме того, областной фонд обязательного медстрахования отчитался об итогах работы в этом году. В 2016 году в 2016 создан так называемый нормированный страховой фонд. Туда поступят средства от штрафов за некачественную медпомощь. 77 миллионов рублей только в этом году. Эти деньги потратят на закупку нового оборудования и ремонт старого. Так, для Кошкинской районной больницы приобрели рентгеновский комплекс, флюорограф в Самарскую поликлинику номер 14 и другие аппараты для ряда больниц. Сейчас формируется список на следующий год. Обсудили проблемы пассажиров. Самара приняла участие в первом открытом форуме транспортной прокуратуры. Видеоконференции связало 12 субъектов Приволжского федерального округа. Представители надзорных органов обсуждали, как сделать поездки на транспорте безопаснее. Речь шла в основном о железнодорожных перевозках. Один из вопросов – доступность транспорта для инвалидов. Самарский железнодорожный вокзал в этом смысле один из самых доступных для людей с ограниченными возможностями. Здесь есть пандусы и тактильная плитка. При подготовке к чемпионату мира у нас три вокзала попали. Это Самара, Саранск, Розаевка. Там тоже большой спектр вопросов по предоставлению услуг маловыбильным группам населения. А теперь коротко о других темах дня. Трещит по швам. Детское отделение городской поликлиники номер один на молодежной временно закрыто. Причиной тому появление трещин на несущих стенах зданий на всех этажах. При этом трещины увеличиваются, хотя здание новое. Оно было построено только в 2010 году. Сейчас Министерство здравоохранения области совместно с администрацией поликлиники планирует сделать экспертизу несущих конструкций зданий и фундамента. Пока детей принимают в здании взрослой поликлиники на улице Тополей 12 и в отделении на 18-м километре Московского шоссе. Обнародован эскизный проект Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре. Представлен фасад нового здания, а также известно, что будет находиться на всех трех этажах. 20 рядов трибун будут располагаться со стороны главного входа по улице Молодогвардейской. Еще 10 рядов со стороны Волги. Такой подход обеспечит хорошую видимость и позволит проводить во дворце не только спортивные соревнования, но и зрелищные концерты. Прокатиться с ветерком на Московском шоссе появится интеллектуальная система управления движением. Подведены итоги аукциона по выполнению первого этапа устройства системы. Компания «Победитель» должна будет запустить оборудование на участке Московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова, а также на перекрестке улиц Новосадовой и Полевой до 1 ноября 2017 года. На это из областной казны выделят 48,5 миллионов рублей. Уникальный мотострелковый батальон появился в губернии в составе мотострелкового соединения Центрального военного округа. Вместо привычных тяжелых бронетранспортеров оно будет полностью оснащено автомобилями УАЗ «Патриот», на вооружении которых имеются пулеметы «Калашникова» и другое оружие. Новое подразделение позволит в разы повысить маневренность и мобильность бригады при действиях в населенных пунктах, проводить молниеносные налеты на противника с флангов и незащищенных позиций. В субботу 9 декабря, в День Героев Отечества, из Самары и села Георгиевка в Сызрань отправится школьный поезд «Краеведческий экспресс». Более 300 учащихся вместе с преподавателями и родителями посетят крупнейшие производства Самарского региона, Сызранскую ГЭС и Высшее военное авиационное училище летчиков. Юные туристы познакомятся с историей Сызрани и его достопримечательностями. А теперь о том, что мы покажем в следующих выпусках. Чтобы сугробы не встали на пути к спортивной карьере в Самарском спортивном лицее, на помощь дворникам пришел новый снегоуборщик. Проверить силы и получить бонус к ЕГЭ. Больше 13 тысяч выпускников Самарской области сегодня писали итоговые сочинения. Семьи, воспитывающие приемных детей, приравняют к многодетным. Какие льготы они получат, знает наш корреспондент. Это были самые важные новости на этот час. Хотите получать свежий номер Самарской газеты? Раньше всех и к тому же бесплатно, легко. Скачивайте приложение для iOS и Android и читайте Самарскую газету там, где это удобно вам. Жизнь города всегда в вашем мобильном. Удачи всем. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин